Девушки отдыхают Какие адреса входят в ваш избирательный округ? Добрый вечер еще раз. В мой избирательный округ входят адреса Это улица Советская, дома 3, 5 и 9. Это улица Строительная, дома 15, 17, 19, 21. Улица Школьная, дома 49 и 51. Улица Гаевская, дома 1 и 3. И улица Советский проезд с 1 по 15 дом. То есть это в основном центральная часть города? С какими проблемами сталкиваются жители? С какими вопросами обращаются? Как правило, сегодня основную проблематику, если касательно проживания и комфортного проживания людей, это, конечно, чистка придомовой территории, дороги, основные проезды и содержание многоквартирных домов общего пользования. То есть территория вокруг них и, соответственно, внутри подъездов. То есть это основная проблематика. Какие можете выделить участки? То есть вот самый такой проблематичный и что удалось сделать? Самый проблематичный – это Старожилой фонд. То есть это историческая часть города, например, Гаевская 1-3. Хотя там много было сделано, например, кровли были заменены. Сейчас в рамках капитального ремонта доводят до конца облицовочной работы по фасаду, имеется в виду чистка этого фасада и приведение его, скажем так, в эстетически красивое состояние. Значит, ремонты были проведены. Это в подъезде были проведены? Да, да. Это были текущие ремонты подъездов. Значит, вполне достойно они сделаны. Но, тем не менее, многие работы уже просто износились со временем. Например, у некоторых домов, у крыш отвалились те же отливы и так далее. Где-то какие-то конструкционные особенности, скажем так, кровель не дают жителям комфортно существовать с точки зрения того, что где-то металл, например, отошел, и он при сильном ветре создает определенный звуковой эффект, который жителям верхних этажей мешает отдыхать. Либо где-то не предусмотрены козырьки. Ну, просто конструкционно их не было в свое время. И снег из-за того, что он был в этой зиме очень обильно выпадал, значит, снег падает с крови. Или это тоже подвергает, как бы, опасности здоровья жителей, о чем они говорят и беспокоятся. Плюс есть вопрос относительно такой тоже непростой. Это касательно нашей городской бани. Потому что в момент, я так понимаю, ремонта бани, труба, длина трубы, из которой печной, из которой выходит дым, после сжигания дров, а баня дровяная и печень дровяная, соответственно, ее укоротили. Из-за этого дым идет в ближайшие окна домов. То есть было много обращений, я даже встречу проводил с жителями по этому поводу. Вот сейчас будем разбираться с этим вопросом, потому что вопрос очень сложный. Как теперь сделать так, чтобы избежать этого? То есть причин пока непонятно, почему это происходит, кроме того, что трубу изменили, длину. Как решать? То есть это жители советского проезда в основном? Это жители нет, это жители Гаевской. Это близлежащие дома, которые к городской бане расположены. А то, что касается по ремонтам, практически во всех домах проведены ремонты и текущие, и капитальные. Что касается советского проезда, там облицовка фасадов в свое время была. Да, и многие работы были проведены в этот период времени. Но есть дома, до которых просто не дошел текущий ремонт по тем или иным обстоятельствам. Либо было вовремя не проведено собрание собственников, либо нет активного председателя Совета многоквартирного дома. И в связи с этим, например, у нас дом 7 выпал пока из обоймы. И хотелось бы это наверстать в этом году. Где-то с документацией были проблемы с подготовкой. Это, например, Советский проезд дом 9, где тоже хотелось бы в этом году сделать. Текущий ремонт подъезда и входной группы по капитальному ремонту. Две, наверное, я бы выделил проблемы. Это строительная 17, где уже назрел момент замены лежаков канализации в подвале. То есть, система водоотведения старая, она чугун. Причем она утоплена в полу бетоном. То есть, это конструкционная особенность, потому что там ландшафт своеобразный. То есть, это не прямая, это скат некий земляной. И в связи с этим в тот момент при строительстве использовался такой метод. И сейчас нужно это менять. То есть, сейчас возникают проблемы? Они возникают уже достаточно долго. И я достаточно долго готовил документы. И обращения были и в фонд, и так далее. Но вот в этом году, надеюсь, сможем победить в этом вопросе. И все-таки нам хотя бы дадут сроки того, когда это будет произведено. Потом, строительная 23 тоже очень непростая история. Дом стоит на ключах. Это 16-этажка, хотя он относительно молодой. Но в связи тоже с особенностями ландшафта и той, скажем так, территории, которая предшествовала строительной дому. Там было очень много водных объектов. И, соответственно, часть вот этих ключей до сих пор находят. Это строительная 23? Да. А, то есть он где-то внизу. Да. Ну, он даже утоплен. Он даже подутоплен в землю, условно говоря. И там тоже было непростое решение принято. Причем с фондом совместно. Это проект ливневой канализации вокруг дома. Для того, чтобы выстроить систему отведения грунтовых вод от подвала. Чтобы он не затапливался. И там, соответственно, не скапливалась влага. Потому что это тоже приводит к неприятным последствиям. Особо жителей первых и вторых этажей начинает появляться мушкара, неприятный запах и так далее. Ну и вообще сырость. Это не очень хорошо в любое время года. Вот над этим будем тоже активно работать. Но там вроде была динамика положительная. Сейчас буду общаться с фондом через администрацию Ленинского городского округа, чтобы как-то этот вопрос решать. А по содержанию территории в зимний период, какой можете подвести итог? Как вывоз снега, как уборка, как проходило? В целом... Были ли какие-то проблемы на территории? Проблемы они всегда будут в связи с тем, что, во-первых, объемы снега в этом году даже, наверное, больше, чем в прошлом году. Плюс перепады температур тоже определенный эффект дают. Но, тем не менее, службы городские и окружные, я считаю, достойно справлялись с этими вызовами. Понятно, что где-то и западали в каких-то местах. Но, тем не менее, работа на сегодняшний день была выстроена очень-очень хорошо. С учетом изменений в администрации Ленинского городского округа работа налажена. Сейчас можно сказать, что она на достойном уровне. По крайней мере, я имею в виду в центральной части города. Мне сложно судить об отдаленных населенных пунктах. Но центральная часть города очень хорошо обслуживалась. Причем в некоторых местах были сложности в связи с тем, что по документам тоже были определенные недоработки. И приходилось где-то в ручном режиме выходить, помогать. Но я считаю, что не только городские службы, но и просто люди, депутаты, общественные деятели могут выйти с лопатой. Или найти через друзей, через знакомых какую-то дополнительную технику или возможность, или с кем-то договориться. И попробовать, если они видят, что по той или иной причине территория не убирается, можно выйти и помочь людям. Особенно, если это какие-то территории, например, вокруг школ и так далее. Скажите, помимо личных приемов, которых вы проводите с жителями, где еще? Как можно к вам обратиться? Где вы читаете просьбы? То есть, наверное, со старшей по домам? На сегодняшний день практически во всех домах на моем округе есть председатели советов домов, многоквартирных. У них есть у всех мой личный номер телефона, и мы общаемся с ними в рабочем режиме. То есть, либо это сообщение через мессенджеры, либо это просто звонки напрямую. Но для тех, у кого нет такой связи, я предоставил изображение QR-кода, по которому можно перейти в мои социальные сети. В том числе, мой телеграм-канал, на который, конечно, я советую самостоятельно подписаться. На который я советую настоятельно подписаться с точки зрения, во-первых, получения оперативной информации о жизни избирательного округа, о жизни в целом в округе, где-то даже в Московской области о каких-то новостях. И при этом это, конечно же, хорошая обратная связь. Можно оставить там либо в комментариях свою заявку, либо напрямую мне в телеграм-канал, написать личные сообщения. И, конечно, я сразу свяжусь, как бы и буду стараться решить вопросы. То есть без внимания не остается ни одно сообщение, ни одна просьба? Нет. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот сейчас какой-то отчетный период депутаты встречаются с жителями, информируют. Расскажите немножко об этом. Во-первых, 2024 год у нас такими, скажем так, двумя событиями обозначен с точки зрения отчетности. Первое – это подготовка к проведению выборов президентов. И мы все рассказываем о том, какую деятельность и какие мероприятия мы провели на территории в рамках той деятельности и тех задач, которые ставил президент. Для того, чтобы подойти к избирательной кампании и показать ту работу, которая была проделана в этих направлениях. А второй, конечно, такой ответственный и волнительный момент и важный в жизни округа – это выборы муниципальных депутатов, которые состоятся в сентябре. И, соответственно, тоже уже хочется какие-то итоги потихонечку подводить. Понятно, что еще период времени определенный впереди, который никто не отменяет. Понятно, все будут работать в таком усиленном режиме. Но уже можно подводить какие-то промежуточные итоги той работы, которая была осуществлена за пять лет. А работы было осуществлено достаточно много. Где вы проводите эти встречи? На предприятиях округа, на встречах с жителями. Сейчас немножко погода наладится, будем опять собираться во дворах, будем смотреть, что у нас из-под снега вылезет, соответственно, и какие проблемы из-под него вылезут, чтобы их решать. Плюс уже планы по встречам 2023 года осенью были намечены тоже достаточно большие. И нужно потихонечку их начинать вместе с администрацией Ленинского городского округа реализовывать. То есть часто вы, я знаю, просто по территории проходите с жителями и уже конкретно, что вы видите проблемы? Стараюсь в постоянном режиме, по необходимости всегда. Хорошо, спасибо большое. А хотите, может быть, как-то несколько слов сказать в преддверии предстоящего праздника? Конечно. В первую очередь, Наталья, хотел бы вас поздравить с наступающим 8 марта. Всех благ, здоровья, главное, благополучия и большого семейного и душевного счастья и равновесия. И, конечно, милые дамы, мамы, дочки, сестры, женщины в целом, поздравляю вас с наступающим 8 марта, с праздником весны. С праздником перерождения. Это чувствуется и в природе, и в капелле, и в пении птиц, которые начинают появляться. Желаю вам от всей души всего самого хорошего, чтобы вы процветали, чтобы в семьях у вас было благополучие, чтобы родные были живы и здоровы. И чтобы обязательно, непременно, ваше заветное желание сбылось в этом году. Будьте счастливы. Спасибо большое. Спасибо большое, Павел, что пришли сегодня к нам в студию. А я напоминаю, у нас сегодня в гостях был Павел Русаков, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа. Павел Русаков, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа. Русаков, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа. Субтитры создавал DimaTorzok